Я вас приветствую, это UATV. Я Евгений Агарков и программа «Лицом к лицу», в которой мы продолжаем подводить итоги достижений 2019 года. Сегодня мы говорим о получении Томаса и создании Православной Церкви Украины. Что изменилось за год, об этом поговорим с доктором философских наук, к религиеведам Людмилой Филиппович. Людмила Александровна, приветствую вас в нашей студии, как всегда рад видеть вас. Давайте начнем с общего вопроса о том, насколько вот был важным 2019 год в истории Украины и может в религиозной истории Украины. Вы абсолютно правы, Евгений, этот год есть достаточно урожайным для Украины именно благодаря тому, что был получен Томас от Вселенского Патриархата, от Вселенского Патриарха в Арфоломее. И это случилось 6 января, как раз на Рождество. Этот документ очень важен для Украины, поскольку он легитимизирует православную церковь, он ставит ее на 15 место среди 15 православных церквей во Вселенском Православии. Хотя это место и последнее, но поверьте мне, что оно очень почетно. И долгое время украинцы добивались этого состояния. И наконец, в 2019 году вот наступила такая долгожданный, долгожданный результат многовековой борьбы украинцев за обретение независимости для своей церкви. Поэтому то, что сегодня церковь украинская православная существует, и она есть равноправной по сравнению с другими православными церквями, такими как та же самая российская или болгарская, греческая, румынская и так далее, это говорит о том, что фактически, я считаю, обретением Томаса, получением Томаса и созданием этой церкви завершается процесс национального самоосознания украинского народа. То есть вот на духовном уровне уже точно украинцы знают, что они есть нацией, поскольку они получили Томас из рук самого авторитетного лидера современного религиозного мира за многие годы. Давайте поговорим еще о том, что изменилось в жизни украинских прихожан после того, как начала функционировать украинская православная церковь. Вот фактически уже год прошел, и что мы можем увидеть, какие изменения? Ну, я думаю, что это внутренние ощущения, которые переживают сейчас украинцы. То есть они освободились, знаете, от этого комплекса, я бы так сказал, духовного сиротства, поскольку, знаете, сам по себе, никому не привязываясь, вот эта многовековая зависимость от Москвы, она унижала украинцев, потому что по отношению к Москве именно Киевская митрополия была матерью-церковью, а не наоборот, что нам пытались так долгое время навязать из Москвы. И вот это вот, знаете, чувство, что наконец-то историческая справедливость восстановлена, я думаю, что для любого человека, у которого есть чувство собственного достоинства, это очень и очень важно. А тут речь идет о коллективной ценности и о коллективном достоинстве. Я думаю, что вот получение Томаса просто-напросто уравняло украинцев. Теперь мы есть законные, как мы считаем, канонические, равноправные, но еще пока не равные, но равноправные, потому что свое равенство с такими давними патриархатами, как Константинопольский или Иерусалимский, или Александрийский, мы еще должны только довести. Но я думаю, что Украина готова. Я вижу энтузиазм, который есть среди православных верующих, поскольку вот это очень сильно угнетало тот статус, в котором 30 лет фактически пребывала украинская автокефальная православная церковь. Ну, мы поговорим еще о равенстве с вами, но поскольку мы задели тему прихожан, я бы хотел поговорить, может быть, о цифрах с вами. Я думаю, что однозначно у вас есть данные каких-то исследований, которые говорят о доверии украинских прихожан церкви. Как это доверие менялось с получением Томаса? Всегда очень высокий был процент украинцев, которые поддерживали идею единства украинского православия. Это всегда было более 50%, то есть половина верующих и неверующих, потому что в опросах, как правило, участвуют люди, которые принадлежат и не принадлежат к церкви. То есть у украинцев всегда был запрос на идею единства, и сегодня, наверное, единственная, как говорится, институция, которая продемонстрировала нам, что можно преодолеть вот этот стереотип в отношении к украинцам, там, где два украинца, три гетьмана, это, собственно, есть вот церковный опыт создания этой церкви, которая продемонстрировала, что ожидания можно оправдать. И эти ожидания на единство оправданы этой церковью, потому что вы же понимаете, что этот процесс создания единой церкви был очень непростой. Влилились три, фактически, как мы говорим, ветки украинского православия, где они жили все эти годы по своим правилам, по своим традициям. Ну, я думаю, что преодолен, знаете, вот этот вековечный, как мы говорим, стереотип украинский, значит, не быть способными к такому объединению. Сейчас эта церковь показала, что можно освободиться от личных каких-то ожиданий, от своего эгоизма, и можно поработать на общественное благо. Я считаю, что созданием этой церкви все, кто вошел в эту церковь, продемонстрировали готовность поставить интересы Украины выше своих собственных каких-то карьерных, может быть, соображений. Вот если говорить о доверии, есть цифры, да, вот Центра Разумкова, который проводил вопрос. Что говорят эти цифры, насколько украинцы сейчас доверяют церкви, насколько они доверяют Епифанию, что поменялось в сознании и в цифрах? Ну, мы ожидали, что цифры будут высокими, но не думали, что за этот год, например, доверие к предстоятелю, к новому предстоятелю объединенной церкви, к Епифанию, будет таким высоким. На сегодня 39% украинцев объявили о том, что они доверяют Епифанию. Это больше, чем, например, у меня эти цифры тут записаны, это больше, чем доверие к предстоятелю Украинской Православной Церкви, более авторитетному долгое время, митрополиту Ануфри. Ему доверяют на сегодня 32% украинцев. Ну и оставили в перечне тех, кому доверяют украинцы, патриарха Филарета, который является, как мы знаем, духовным отцом митрополита Епифании, ему доверяют 29%. Нас поразили вообще цифры, которые касаются доверия украинцев к Папе Римскому. Среди украинцев 42% доверяют Папе Римскому. То есть больше, чем Епифанию. Даже больше, чем Епифанию. Ну и чуть-чуть нас так удивили, неприятно удивили доверие к Константинопольскому патриарху Варфоломею. Там около 20% доверяют. А если говорить о предстоятеле РПЦ Кирилля? О, с Кириллом произошла совершенно катастрофа. Впервые в этом году соотношение доверия-недоверия опустилось. В предыдущие годы все-таки количество тех, кто доверял, было больше, чем количество тех, кто не доверял. В этом году впервые, я говорю, недоверие превысило степень доверия. Там соотношение, там что-то, по-моему, 12% и около 50%, которые не доверяют Кириллу. То есть Российская Православная Церковь потеряла, без сомнения, но тут же не только в результате, скажем, получения Томаса, а в результате всей очень долгой истории взаимоотношений между Российской Православной Церковью и Украиной. А как считаете, это могло еще стать следствием того, что вот сейчас, когда Украинская Православная Церковь получила признание и Томас определенный, РПЦ начала как бы вот такое поведение очень агрессивное, в результате которого она даже немножко самоизолируется, она перестает там ездить на Афон, перестает упоминать в молитвах некоторых предстоятелей и тому подобных людей. Вот может ли это быть следствием? Вы абсолютно правы, Евгений. Церковь Российская идет путем самоизоляции. Она считает, что только она права в этой ситуации, в взаимоотношениях с Вселенским Патриархом. Я думаю, что это неправильный путь. Вы же знаете о том, что они не приехали на собор, который совместно готовили и который состоялся в 2016 году. То есть это длительная очень история, которая сейчас получила, как говорится, свое логическое завершение. Россия не может согласиться с тем, что Украина есть государственным независимым и с тем, что православная церковь Украины тоже есть независимая. Вот знаете, напрашивается вопрос, а кто тогда раскольники? Вот просто у ПЦ и МП, да, они постоянно говорят о том, что вот раскольники, 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 вот про Епифания, про ПЦУ. Кто тогда раскольники в этой ситуации? Ну, сейчас, наверное, все-таки чаша весов падает обвинений в раскольничестве на сторону московской церкви, поскольку они себя ведут, знаете, как обиженный маленький ребенок, но действуют методами, которые сегодня неприемлемы в современном мире. При знании Украинской Православной Церкви, за этот год ее признали три церкви. Это сам Вселенский Патриархат, да, это Элладская, то есть греческая православная церковь. И вот накануне буквально Александрийский Патриархат сделал такое признание. Насколько важным этот шаг есть? И не могли бы вот объяснить нашим зрителям, да, для того, почему это признание важно для Украины? Ну вот мне вспоминается история с признанием Российской Православной Церкви от момента провозглашения своего Патриархата и до получения признания со стороны Вселенского Патриархата прошло 141 год. Мы понимаем, что это 15-16 столетия, то есть тогда были совершенно другие условия для коммуникации, сейчас это происходит гораздо быстрее. Я вам так скажу, что сразу эксперты говорили о том, что не будет такого обвального признания Украинской Православной Церкви, потому что церковь никто не знает. Она долгое время находилась в изоляции, ее не выпускали на международную арену, с ними не сослужили, то есть нет даже знакомства на уровне между архиепископами или епископами разных церквей. Этими всеми лаврами и удовольствием пользовались представители Украинской Православной Церкви как части Российской Православной Церкви. Они включались в разнообразные международные делегации, и там вроде как представляли Церковь Православную Украины. Сейчас идет такое, знаете, присматривание к этой новой церкви, и я очень рада, что новая церковь активна, она и бывает в Константинополе, и совершает паломнические поездки и на Афон, и в Грецию. То есть количество тех церквей, которые будут признавать Украину, без сомнения, будет увеличиваться. Но нужно работать в этом направлении, нужно заявлять, нужно приезжать, знакомиться, рассказывать с тем, чтобы у других православных церквей какое-то хотя бы понятие появилось о том, что вот есть новая церковь. А скажите, вот та ситуация, я имею в виду, можно я бы назвал это так, яблоко разбрата, ситуация между Филаретом и Эпифанией, вот то, что случается небольшой такой конфликт, он влияет на процесс признания? Я думаю, нет, тем более, что с моей точки зрения конфликт фактически преодолен. На последнем синоде Православной Церкви Украины было принято решение о предоставлении определенного статуса Церкви Филарета, то есть в структуре Православной Церкви создана миссия такая специальная, и патриарх Филарет признан руководителем этой миссии. Теперь все зависит от его воли, захочет он или нет выполнять эти функции в качестве главы этой миссии. Более того, за ним сохраняется первое место как члена синода этой Церкви, то есть его никто не отторгал, его никто… Более того, почетный как бы патриарх. Еще буквально пару минут у нас остается, я бы хотел поговорить еще о переходах, да, приходов, потому что вот с момента поместного собора, на котором создали ПЦУ, это вот 15 декабря 2018 года, в стране произошло, ну, по разным данным, да, потому что неточность еще вот бегает в цифрах, это более 540 попыток изменить церковную юрисдикцию. Ну, то есть простым языком, это вот перейти из Украинской Православной Церкви, да, вернее, Московского Патриархата в Православную Церковь Украины. Вот не могли бы вы прокомментировать вот эту ситуацию с переходами, да, потому что, ну, вроде бы, как бы, оно с одной стороны не маленькая цифра, но и небольшая вот эта полтысячи переходов. Ну, по сравнению с 12,5 тысячи парафий, которые сейчас насчитываются Украинской Православной Церкви, сами посчитайте, какой процент. Ну, да, я же говорю, вроде и небольшая, но как бы и тоже. Знаете, мне нравится позиция, которую заявляет предстоятель Православной Церкви Украины Епифаний, он против каких-то революционных изменений, он все-таки за естественный путь решения этого вопроса. Значит, до тех пор, пока сами верующие не будут готовы на этот шаг, а это достаточно сложная внутренняя работа, которую должны проработать и проделать каждый верующий и вся община вместе. Ну, и, кроме всего прочего, процедура перехода достаточно сложная. То есть это нужно собрать собрание общее, это нужно зафиксировать это все, это нужно подготовить заново все документы, пройти вот эту государственную регистрацию и так далее. Но и знаем, что на этом пути есть колоссальное сопротивление со стороны священника, который принадлежит к Украинской Православной Церкви. И очень много таких случаев, когда, например, вся община в количестве 100-200 человек выступает за переход, а вот священник этой общины и там вот эта вот десятка или двадцатка против такого перехода. Ну и вот соотношение 20, например, к 200. И получается, что решение 10% определяет судьбу всей общины. Это тоже может на года затянуться, не десятилетиям. Я думаю, что людям нужно просто-напросто быть более активными, более сознательными и готовыми к тому, что это за собой, конечно, несет определенную работу и определенные затраты. Людмила Александровна, благодарю вас за, можно сказать, экскурс в историю этого года. Я вас поздравляю и с Новым Годом, и я вас поздравляю и все-таки с тем статусом Православной Церкви Украины, которая обрела наша Церковь и стала независимой. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Гостем программы «Лицом к лицу» был от дире доктор философских наук, религиевед Людмила Филиппович. Я Евгений Агарков. Говорю вам до встречи. Оставайтесь с ЮЭТВ. Редактор субтитров А.Семкин